Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Директор артиста рассказал, чем он занимается на самоизоляции и почему вместо песен теперь выпускает книги. Новости о том, что 66-летний Борис Моисеев, перенесший два инсульта и долгую реабилитацию, не узнает друзей и не помнит некоторые события, расстроило не только поклонников певца, но и его окружение. Ведь по словам директора артиста Сергея Гороха, эти слова далеки от правды. Он живет жизнью обычного человека, артиста-пенсионера, рассказал КП.ру Сергей Горох. Наблюдается у врача, принимает таблетки. Сейчас занялся зубами, очередное техобслуживание у стоматолога. И также, как и все мы, с нетерпением ждет, когда закончится пандемия, чтобы летом совершить свою традиционную поездку в Юрмалу. То есть в этом году Борис Михайлович вновь собирается на фестиваль Лаймы Вайкуля. Безусловно. Насколько известно, на сегодняшний день фестиваль все-таки состоится. А Моисеев будет почетным гостем. Борису Михайловичу невозможно дозвониться. Это правда, что ему завели секретный телефон для связи с самыми близкими. Да бросьте, он на связи. Но зная интерес к его персоне, перестал брать трубку на незнакомые номера. Мы с ним постоянно на связи, видимся через день. А пишут такую чушь, стабильно раз в два месяца кто-то делает вброс. Человек перенес страшную болезнь, ушел со сцены и занимается своим здоровьем. Он на свой юбилей в прошлом году съездил в Майами, Нелли Кобзон подарила ему большой морской круиз. А по телешоу ему давно неинтересно ходить, ну какой смысл. И все-таки, как он себя чувствует. Он в полном сознании. Этим летом должен начать писать свою вторую книгу. Первая была птичка. Живой звук, с названием второй пока не определился. Боря на связи с коллегами, ему звонила Алла Борисовна. Он поздравлял ее с днем рождения. Вспоминали, как снимался фильм «Пришла и говорю», хохотали оба. Алла Борисовна передавала ему привет от Кристины из Америки, спрашивала, какая помощь нужна. А Борису Михайловичу нужна помощь. Нет, ему всего хватает. Он старается никого ни о чем не просить. Поэтому он очень расстраивается, когда просыпается утром, заходит в интернет и видит новости, что Моисеев бедствует. Он старается с иронией относиться к этому, но ему очень обидно. А не думал Борис Михайлович завести страницу в соцсетях для связи с поклонниками. Его ведь любят и ждут, плюс это пресекало бы всевозможные домыслы. Он не хочет унижаться до такой степени, чтобы оправдываться перед анонимами, которые придумывают всякий бред. Почему анонимы, про Моисеева рассказывают ведь люди с именами. О том, что он стал забываться, например, сообщил продюсер Андрей Разин. Не понимаю, как он мог такое сказать. Они не так давно провели весь вечер в ресторане, отлично пообщались. Давайте лучше все вместе пожелаем Борису Михайловичу здоровья и чтобы он оставался таким же веселым. Вы сказали о книге, а может есть еще шанс, что мы услышим новую песню Моисеева. А смысл? И ему, и мне до сих пор присылают тонны материала, он завален предложениями. Но он для себя решил, что на сцену уже не выйдет. Он хочет остаться в памяти поклонников таким, каким он был до всех этих проблем со здоровьем. Напомним, Борис Моисеев перенес два инсульта в 2010 и 2015 годах. После первого случая он сумел восстановиться и вернуться на сцену, но второй поставил крест на его карьере. Сейчас Борис Михайлович крайне редко появляется на публике, что дает повод для слухов о его тяжелом состоянии. Последний раз артиста видели в Юрмале на фестивале Лаймы в Айкуле в июле 2019 года.